хоба привет с вами доктор влад меня смех разбирает решил сегодня поспать куда там он видите вон над часами да вот здесь вот вот висит датчик да это датчик дыма и вот он сегодня в 10 часов заверещал рыжему вообще пофиг он где-то спит а черный начал бегать скулить и в общем меня разбудил мне пришлось там вынимать всю батарейку ну там когда старая батарейка он тоже начинает верещать а черный страшно боится миша ну и в общем короче а еще унитаз там внизу сломался попутно пока я спал но в общем мне сегодня поспать не дали ну и пес бы с ним давайте у меня сейчас ролик да а потом у меня в самом конце есть у нас такой сергей зомбровский и вот там будет реклама ну тут ребята бизнес уже да он ну я все расскажу там перед тем как пустить даже два ролика он там играет на отремонтированных инструментах он вообще молодец на все руки у меня вообще вся команда на все руки но у сергея бизнес конечно серьезный в германии ладно да сергей мы еще доберемся вот комментарии интересные от светланы насчет анализов на дому коронавирус никуда не уходил на дому будут брать анализы за 1900 рублей входит цена и приезд медика у тех желающих кто совсем не болит и никак не контактировал с больными зараженными у кого температура не выше 37 с половиной других отсылают на горячую линию и вызов врача на дом без теста ну вот это я в общем я комендант прокомментировал написал чтобы не рисковать и они все будут отрицательными как я подозреваю него светлана мне дальше отвечать надо бы все это бесплатно делать у нас все бесплатно в америке конечно это будет известно сколько людей же имеет иммунитет коронавирус и значит они переболели незаметно ну это россия чуть переделать ладно новости какие досути в россии выявили 954 случаи заражения коронавирусом общее число заразившихся составляет 6343 человека вот так вот ребята 80 регионов на данный момент выздорове 406 47 человек умерли так но это ребята все эти цифры ну как они естественно что они врут да ну примерно вот картину можно знать что пока заболеваемость растет в россии в москве растет ладно кабмин установил ограничение на торговлю медицинскими масками постановление согласно которым продавать медицинские изделия в том числе маски причатки запрещено организациям не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности но это вообще не фарма конечно маски то маски то не фарма жену господи а ладно фмб это федеральное медико-биологическое агентство разработала схему лечения тяжелых коронавирусных пневмоний на основе при применении препарата далагрин который применяется при отеке легких ну пытаются что-то сделать он он не против вирус на против отека легких в чем дело ну начали кранические испытания ну что-то делается ребята что-то делается в нью-йорке людей начнут хоронить в парках вот те на те в местных моргах закончились места в моргах не хоронит вообще-то хоронит на кладбищах скоро мы начнем временное погребение это мэр города время временное погребение это вероятно будет сделано с помощью нью-йоркского парка для захоронений в траншеи может быть может положить 10 гробов в ряд это что ж такое вообще какая-то ерунда ах нью-йорк нью-йорк в кремле попросили не не звать пожилых на празднование дня победы 9 мая они все же собираются праздновать да боже ж ты мой нет слов ребята нет комментариев беглов заявил о ежедневном ухудшении ситуации с вирусом в петербурге там поменьше в москве но все равно много обстановка ухудшается с каждым днем мы чуть-чуть отставим от москвы на три недели буквально скал беглов в санкт-петербурге 226 случаев коронавируса заражение в москве четыре тысячи четыреста восемьдесят четыре боже мой боже мой так экономисты прогнозируют двухлетнюю рецессию в россии ну ребят не меньше да не меньше возможно даже по шоковому сценарию роста бедности безработицы уже не избежать вот черта черт 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 ой у меня там еще два ролика есть есть еще ролик от антона я вспомнил есть ролик от нашей елены которые выходят с мусором в следующий раз уже молодец а из чего сделала ролик из того что она вышла мусор выносить это в следующем ролике так росстат сообщил о подорожании сахара и гречки на 13 процентов из шесть сахар и гречки а сахар течет ну не знаю лещенко выписали из больницы в коммунарте вылечился что сегодня вечером отметим по скайпу сказал винокур это винокур сказал так знаменитости которая заразилась коронавирусом тут дальше у девушки бонда ольги куриленко рассказывал тоже коронавирусы дома сидела на ой то только кто только не болеет а доходы газпрома от экспорта газа за январь февраль упали на 50 процентов вот он кормилец то кормили с кремлевский газпром 51 процент и не надо никому потому что власти сша признали русское имперское движение террористическим в россии какое-то русское имперское движение создана организация я не знаю как они в россии признаны вот а в америке это террористическое это беспрецедентное решение у ума сойти так минпромтор проведет проверку из инцидента замминистра в ижевске охамел парень дмитрий овсянников почти очмеников у меня в школе лошадиные фамилии как только меня называли я много школ поменял и овсяников новых очмеников у меня фамилия очменев и боже что пшеничников министерстве промышленности торговли россии будет проведено внутреннее расследование связи с инцидентом произошедшим в аэропорту города ижевск с участием замглавы минпромторга россии дмитрий овсянников он прошел мимо пункта контроля отказался показывать документы и посадочный талон по словам источника замминистра начал выражаться нецензурной бранью когда его попросили показать документы административный протокол да наградят его он путина любит в мире в белоруссии произошел резкий рост числа заболевших умерших коронавируса бать когда прыгался ребята да на текущий момент 700 случаев инфицирования на белорусы вы чё надежду бабкину госпитализировать с коронавирусом ух ты еще и бабкина после первого апреля почувствовал себя плохо скорой помощи и легла в больницу и легла в больницу так чё тут николай цискоридзе не подтвердил наличие коронавируса у надежды бабкина ну цискоридзе ну тут же написано уже а а ты говоришь нет ничего когда мы виделись а они вместе передачу какую-то вели программу модный приговор когда мы виделись она хорошо себя чувствовала все было в порядке я после этого сдавал тест и все было у меня в порядке у них всех в порядке на счет все болеют да нашли у бабкина вирус нашли ну ты не там искал цискоридзе ты же все не туда лез то опубликован проект расписание и г нет егэ 2020 году начнется 8 июня а потом закончится 11 июля г у нас нету у нас отменили в америке нафиг получайте билеты и катитесь в господи а это вот что то я а ребята тут вообще мрак во флориде в аэропорте пожар случился мне прислали да мне прислала одна девушка и сгорел а лучше представить сгорела три с половиной тысячи машин три с половиной тысячи машина они стояли просто припаркованные там люди никого не было их ноыр あり ори 앉 Scandinavian машину да и увидим от раба что ли загорелы там жарко во флориде и три с половиной машины 3 4500 машин вот так вот огоньком и все возле возле аэропорта это же проблема вот но прикиньте вы приезжаете в аэропорт а куда машину ставить если вы далеко улетаете вы знаете во сколько вам рент обойдется но вот поэтому ну смысле не рента парковка да вот и поэтому дают просто в рент эти машины все взял в рент приехал оставил и улетел куда тебе надо все один закончился и вот они там стояли такие машинки ужас ужас депутат смолин предложил мишустину отменить егэ в 2020 году да вот так экзамен к чертовой матери правильно как это сделали в америке вот он даже тут где-то ссылается да еще это также депутат сказал депутат глава правительства дал поручение поработать вопрос о повышении базового отклада учителей до 70 процентов от средней зарплаты в регионе базовые там еще за руководство дают там и так далее да учителям добавить ну это хорошо это хорошо но если добавит конечно у меня мама учительница я знаю все эти проблемы и ребята британские пример борис джонсон который заразил с коронавирусом белобрыса лохматый помещен в реанимат но не в реанимацию наверно а в палату интенсивной терапии правильно сказать да да плохо ему что-то совсем ну и все вроде новостей таких страшных нету вот теперь смотрите значит вот наш сергей зомбровский значит он не перевел денежку это не просто так он вообще молодец у меня еще 100 тысяч нету вот а он уже в меня вцепился и у нас с ним вот значит рекламная деятельность и все он успел потому что после 100 точно она будет больше ну 100 тысяч я между пользователей подписчиков да и вот он меня просит значит поместить в эфире канала мой ролик youtube такой такой будет ролик и еще один ролик такой такой значит первый ролик он там играет на баянии второй ролик тоже играет на баянии который сам отремонтировал но там все в ролике рассказывать вот два подряд будут да вот и он меня просил назвать телефон в германии 0176 763 57953 еще раз телефон 0176 763 57953 и у меня просят сказать что наш интернет магазин предлагает гармонии и баяны для жителей европы а также ремонт гармонии баянов и гитар и также у них есть музыкальная школа который предлагает в городе аугсбург предлагает и к продаже и дает уроки на гармонии баяни аккордеонии гитары и ионики да но на клавишах короче говоря и также выполняет настройку реставрацию русских европейских гармоний в общем все 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 наш делает сергей и он еще прекрасно играет и вроде бы я все выполнил что он меня просил и посмотрите два ролика немножко насладитесь музычкой первый ролик это вот ага проверка гармонии после ремонта а а второй уже тут баянчик уже баян баян волугодский и его евро ремонт проверка звучание все я на данный час прощаюсь пока с вами доктор влад смотрите сергей дорогие друзья только что закончил ремонт с этой гармонии вот заменил вот этот голос который фальшивил и отправляю его хозяину этой гармонии гармонь новая но почему так получаются голоса только одна фабрика шуйская знает почему голоса иногда попадается бракованная теперь как обычно я сыграю полторы песенки для проверки для контроля на звучание этот звук виноват вот он искажил теперь он нормально звучит а а а а а да а а КОНЕЦ 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 гармон звучит нормально шуйская фабрика она одна из лучших в россии конечно было и остается просто иногда попадаются бракованная часть я не знаю может это китайские голоса не заказывать я не рад для меня это остается загадка так что всего доброго дорогие музыканты ставьте лайки кому интересны вот такие видео если лайков будет мало я их сотру эти видео потому что я сделаю вывод что этого видео никому не надо и никому оно не интересно всего доброго до свидания дорогие друзья я закончил ремонт и настройку этого музыкального инструмента этого баяна благодского да поставил все ремни новые 3 там настройку сделал соответствующую а теперь для порядка для контроля кину пальцы сверху вниз то есть проверю на звук как звучит этот инструмент а а а а КОНЕЦ 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 Всего доброго, до свидания. С вами был и остается настройщик и музыкант Сергей Зомбровский.